Час пешего хода по неосвоенным лесным тропам. Пара сотен убитых комаров. И вот мы на месте. Уставшие и измученные. Вот только Александр Васильевич не рад, разводит руками и виноватый извиняется. Пропало, обманул, говорит, простите старика. Вместо обещанной авиационной бомбы, которая, по словам очевидцев, весила не менее тонны, мы нашли лишь овальную вмятину в земле, говорящую о том, что снаряд здесь действительно был. Как думаете, с каких времён она здесь лежала? 41-й год. То есть со времён войны? Конечно. Их бомбардировщик обходил со стороны Рязани, с востока. И в нашем районе его истребители, видимо, здесь встретили. Вот. Открыл бомболюки, лишь бы самому удрать. И ушёл. А эти вот, видите. А что это за воронки? От тех бомб, которые вот он выпустил. Воронок от разорванных снарядов мы насчитали 8 штук. Но вот цели нашего похода мы не достигли. Всю свою жизнь Александр Васильевич ходил в эти места и показывал авиационную бомбу сперва сыну, потом внуку. Мечтал, что её отсюда заберут и установят на площади рядом с бюстом Маргелова, чтобы все желающие могли рассмотреть реликвию военных времён. Мечта исполнилась внезапно, но не до конца. Снаряд действительно кто-то забрал. Вот только музейным экспонатом он вряд ли станет. Скажите, а вы там видели, бомба большая лежала? А её же забрали. А куда её забрали? Ну, где металл сдают. Когда? Её очень не забрали. Кто забрал-то? Прошлый год не знаю. Там разорванный кусок был. Ага. Как видно, падало. Взрывали. Это не здесь. А это в том лесу. Следов волочения снаряда мы не обнаружили. В окрестностях его тоже нет. Наш дедушка шутит, что вертолёт ему везли. Жалко одно, что в целях наживы кто-то сдаст на металл практически музейный экспонат. Ирина Зинченко, Александр Винченко. Для программы «Городские вести».